Девушки отдыхают Летают над люстрой от негодования, мол, как же так, допустили прилеты в Кремль? Главная новость сегодняшнего дня – это попытка удара беспилотниками по Кремлю, по кремлевской резиденции президента России. Я ничего не могу с собой поделать, не дает мне покоя. С 1942 года ни одна гадина, не то что не смела, просто не могла бомбить Москву. И здесь мы сразу оговоримся, что можно очень долго спорить на тему «это Украина или это они сами себя?» Можно придумать 1488 версий, что за мужики лазили по куполу во время прилета беспилотника. Но смотрите, какое дело, друзья. Совершенно при любом раскладе в медийном плане эта история не в пользу России. Ведь даже у самых упоротых уропатриотов, которые годами слушали байки о лучшем в мире российском и оружии, и ПВО. Наше ПВО, оно лучше в мире. После горящей крыши Кремля гарантированно возникнут сомнения, а вслед за ними и вопросы. Как же так? Получается, врал алкогенерал Гурулёв, заверявший, что центр Москвы защищен лучше всего в мире? Москва – это особый район, кто не знает. У нас два района защищены. Один в Америке, где у них медленные стоят, и у нас город Москва. Для того, чтобы ничего сюда не прилетело. И вот вслед за сомнениями и вопросами у уропатриотов начнет возникать страх. Ведь теперь всем и каждому становится понятно, что не получится смотреть бомбардировки Украины по телевизору, а придется систематически получать в ответ. Судя по всему, один беспилотник все-таки врезался в купол. Конечно, это неприятно. Вот до зубовного скажу это неприятно. Это в какой-то мере, наверное, унизительно. И мы сегодня должны признать, что война вышла только с территории Украины и приграничных областей. Она сегодня рассредоточилась практически по всей территории Российской Федерации. И, пожалуйста, не надо здесь начинать рассказывать, мол, Путин сознательно пошел на такие репутационные потери ради эскалации конфликтов. Какая эскалация! Это байки, рассчитанные разве что на российский глубинный народ, который вполне искренне верит, что армия российская регулярно выгребает не потому, что слабая, а потому, что еще якобы не начинала серьезно воевать. Мы серьезно еще не начинали. Россия не вошла в этот конфликт пока в полную силу. Именно для этих титанов мысли Марго Симонен после прилета по Кремлю написала вот этот пост. Может, теперь начнется по-настоящему. Хотя здесь не будем исключать, что Марго просто давно не давала заднюю. Мы вот тогда дали заднюю, которая позволила им думать, что мы вообще-то заднюю даем. Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А потому искренне верит, что у Тиграна получится победить простатит. Романтика! Но их по-настоящему лично нас волнует мало. А в контексте страшилок про эскалацию всегда хорошо бы помнить, что в Украине, в районе Бахмута, несколько месяцев идет самый масштабный бой со времен Второй мировой. А Россия с первых дней большой войны обстреливает Украину совершенно любыми ракетами. Ну, кроме ядерных. Так какой еще эскалации вы ждете? Все, что они могли, чмони уже делают. Россия без всякого обстрела Кремля спокойна. Не моргнув глазом, убила не меньше 40 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Им не нужны были беспилотники в куполе Кремля, чтобы бомбить мирные спящие многоэтажные дома в Запорожье, Днепре, Умани. Массированный ракетный удар по Украине был нанесен 14 января. Одна из ракет поразила многоквартирный жилой дом в Днепре. Были полностью разрушены два подъезда в Умани. В ночь на 28 апреля Россия нанесла удар по жилому многоквартирному дому. Половина квартир первого подъезда разрушена. Среди 23 погибших шестеро детей. Даже на следующий день после вечеринки в Москве чмони взяли и убили 23 человека в Херсоне. Обычных мирных людей в магазинах, на вокзале, на заправке. Под удар попал единственный работающий в Херсоне строительный гипермаркет. По предварительным данным прокуратуры области, Россия стреляла из артиллерии. И позже под обстрел попал еще и продуктовый супермаркет. И это при том, что Херсон они считают своим. Путин лично говорил, что жители Херсона это россияне навсегда. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. А теперь всего за один день 23 человека мертвы. Но Следственный комитет РФ молчит. Ну да, 23 жизни, это же не поцарапанная крыша Кремля. А на всех шоу «Беспардонно» они заявляют, что это вовсе не они террористы, а украинцы. Это попытка террористического акта с целью ликвидации главы нашего государства. Киевский режим террористический, его надо таким признавать. То, что на Украине в этом смысле нет государства, и называть его террористическим государством неправильно было бы, конечно. Но то, что это совершенно недоговороспособная организованная преступная группа. А группа действительно террористическая. Вот, это группа террористов. И это же явно темник, спущенный сверху за поцарапанную крышу Кремля. Додик Володин сравнил Украину с ИГИЛ. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида, Джихата Нусра, ИГИЛ. А что такое, жалкий дедушка в бункере от детей оторвался? Или, может, нельзя административное здание бомбить? Если нет, то мы вам, не террористам, сейчас кое-что напомним. Вот это Харьков и ракетный удар по областной администрации. Ракета поразила здание Харьковской областной госадминистрации, предположительно, в 8 часов утра. А это Николаевская ода, где уже другая ракета убила десятки мирных людей. Российская ракета попала в центральную часть здания, которая полностью разрушена. В сохранившихся помещениях выбиты окна и двери. Где были ваши визги про терроризм, а? Или Украину бомбить можно, а как по российским городам прилетает, причем точно не из Украины? То начинается истерика из серии «А нас-то за что?» Попытка убить президента Российской Федерации. Эта попытка была совершена Украиной. «Кремль атаковали. Сакральную российскую власть. Священную, жреческую, неприкасаемую». «Я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение. Извольте отвечать. Давайте уже пожуще. Украинский рейх должен быть разрушен». «Но у нас для вас, ребятки, плохие новости. Вы бы для начала со своими кровавыми правителями разобрались бы, да? А уж потом сколько угодно лайкали сотрясание кулачком от медведева». После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. «Ну или кивали, слушая историю Коротченко о злом и коварном русофобе Буданове». «Кто мозг вот этой диверсионной активности, изощренных комбинаций в террористических атаках против Российской Федерации?» «Кирилл Буданов. Именно он и его ближайшее окружение планируют, осуществляют, где успешно, где с какими-то результатами все, что происходит сегодня и будет происходить». «Ну и, наконец, можете хоть до посинения мечтать о ракетном ударе по Нидерландам во время визита Зеленского?» «Почему мы сейчас не ответили максимально жестко? А потому что это сволочь Зеленский, трусливый подонок и мерзавец. Его в Голландию сейчас отвезли. А я считаю, что вот как это не спасло от американцев Сулеймани, так это не должно спасать и Зеленского. И плевать нам, какая это страна. И плевать нам, что Голландия страна НАТО». «Но по факту ничего не будет. Снова утретесь. На этот раз уже от взрывной волны, от войны кланов в Кремле. Как ранее утерлись после Крымского моста, двух Энгельсов, ну и далее по списку. А с тем учетом, что объявленная Путиным демилитаризация Украины. «Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины». «Происходит с точностью да наоборот. И даже западная пресса пишет о том, что крылатые ракеты «Шэдоу Шторм» уже скоро будут бодрить россиян». The Times. Великобритания поставит Украине крылатые ракеты «Шторм Шадоу» с дальностью до 450 километров. «Мы бы на месте федеральных каналов не загоняли себя в угол, завышая ожидания. Хотите бомбить Зеленского ракетами прямо в странах НАТО?» «Воздушный пункт управления – это то, на чем Зеленский сегодня полетел в Финляндию. Он не должен оттуда вообще взлететь больше. У нас есть все для того, чтобы оттуда не взлетело». «И плевать нам, какая это страна. И плевать нам, что Голландия – страна НАТО. Вот пусть утрутся своим НАТО. Вот просто харю себе возьмут и хартии НАТО вытрут». Ну, попробуйте, что же вам мешает. Это же касается и угроз срывать контрнаступление ВСУ ядерными ударами. Это причем никто попало, не городской сумасшедший, а Рогозин сообщил. «Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Это когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому он и лучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО». «И народ у экранов верит, что так и будет. А когда этого не случится, например, потому что хозяева России в Пекине очень против ядерного оружия, как минимум ура-патриоты побегут на митинги, чтобы наказать предателя. А с учетом очевидной борьбы за власть среди башенок Кремля, это закончится бойней внутри России. «Вот это вот парни, чувака Вагнер, которые погибли сегодня, еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, сука, блядь! Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья!» Это, кстати, лучшее подтверждение мысли, озвученной ранее. Пригожин у тел погибших боевиков не просто обвиняет кого-то там в их смерти. «И тем, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их по траха, блядь!» А прямо называет две конкретные фамилии, на секундочку, министра обороны и главы Генштаба России. «У нас нехватка боеприпасов, 70%! Шойгу, Герасимов! Где, блядь, боеприпасы?» И не надо думать, что это крик души ввиду реальной нехватки снарядов. Правда в том, что нехватки снарядов у чувака Вагнера не было никогда. Просто междоусобицы в Кремле, видимо, дошли до такого уровня, что участники разборок уже не стесняются обмазывать друг друга кровью погибших. «Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями?» «Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше». И вот уже ура патриоты на диванах, которым два последних месяца все уши изнасиловали байками о якобы героях ЧВК Вагнера. Главный русский бренд сегодня – это ЧВК Вагнер. «Надо дать должное – это исключительные храбрости, органичности, слаженности и мужества подразделений ЧВК Вагнера». «Они ценой своей жизни делают намного больше важнее поступков, защищая в том числе и нас с вами, и Родину, чем многие святые». Начинают считать Шойгу и Герасимова предателями. И такие высокие ставки в игре Украине очень на руку. Ведь, например, Шойгу, которому в Тыве ставят памятники при жизни и открывают музей его имени. Сергей Кожугетович Шойгу стал героем современного тувинского эпоса. В трех часах езды от Кызыла живут 10 тысяч жителей. В конце мая 2015-го тут открыли дом-музей семьи Шойгу. Страшно любит себя. И такие обвинения может и не простить. Еще не хватало, чтобы какая-то зоновская чепуха ближайшего друга царя виноватым делала. Напомнить вам, сколько прожил Стримаусов после того, как публично предложил Шойгу застрелиться? Министерство обороны Российской Федерации допустило большое количество ошибок. Мы все это понимаем. Министр обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово «офицер» для многих – это непонятное слово. Вот и с Пригожиным, да примкнувшим к нему генерал-полковником Мизинцевым, вполне может случиться какая-то неприятность. Например, КАБ на их штаб случайно сорвется. Или кто-то с номера «плюс семь» вдруг скинет координаты штаба специальным людям из украинских сил обороны. В общем, лично мы, грязнёй пауков в банке, удовлетворены как никогда. Как говорится, работайте, братья! Ну а мы за каждый успешный бодобум врагов из конкурирующей башенки будем вам грамоты похвальное высылать. Кстати, поговаривают, что за три таких грамоты в ГААКе могут сразу пару лет скосить. А это, ребятки, уже мотивация! Редактор субтитров А.Семкин